Итак, как производить трэблшутинг на точках доступа RUKUS? Если вы находитесь один на объекте и собираетесь один это делать, то на своем мобильном устройстве, подключенном к тестируемой сети, нужно запустить пинг-тест до гугла, к примеру. Пусть он пингует его. Вам, соответственно, надо будет уже войти в режим трэблшутинга. Которую я покажу дальше. Если у вас двое и больше коллег на объекте, то, соответственно, нужно выйти на видеосвязь через WhatsApp, либо через FaceTime. Коллега начинает обход объекта с умеренным темпом. Вы с компьютером находитесь в статичном положении возле определенной точки доступа, держите в руках телефон, либо он лежит у вас, наблюдаете за коллегой, какие зоны он проходит. А через трэблшутинг уже видите переключение между точками доступа. И от этого делаете вывод, правильно ли абонент цепляется к точкам доступа. В той или последовательности, которую вы задумали, запланировали. Если нет, то, соответственно, надо будет уже что-то делать с мощностью той или иной точки. Итак, начнем. Запустил я пинг на телефоне, потому что я один. Соответственно, к клиенту я перехожу в вкладку. И я пометился как фейворит, чтобы не искать, запуская трэблшутинг, нажимая старт. И, соответственно, первое, что я вижу, это точка доступа Office 1, которой я подключен. SSID Test на 5 Гц. Соответственно, амортификацию я прошел. Некую вот эту вот красную пометочку здесь, как ошибка. Это не страшно, потому что это все произошло за доли секунд. Итак, пинг у меня идет. Кстати, переменовывать точки очень важно, потому что вы будете видеть, можно сказать, в онлайн-режиме переключение абонента между какими-то определенными точками доступа. Если их не переменовывать, и они будут называться RUCUS AP, то, соответственно, RUCUS AP у вас и будут вот здесь вот кучей всей. И не будет понятно, ну, будет понятно только по MAC-адресу, что не будет удобно. Поэтому обязательно переменовывать точки. Итак, пойдем ко второй точке доступа. И будем наблюдать. Так, свыхожусь я из офиса. Смотрю параллельно пинг. Пинг у меня чуть-чуть подрос. Так, идем. Еще чуть-чуть подрос по мере отдаления от точки. И сейчас, вот, скоро мы должны переключиться. Должен второй. Вот, офис 2. Все хорошо, дешевно. Возвращаемся обратно. Идем обратно. Обязательно скролик лучше вниз, потому что обновляться информация будет снизу. У вас все. Переключился обратно на офис 1. Никаких ошибок, никаких задержек. Телефон пингуется дальше. Потери пакетов не было. Все хорошо. Плюс, абонент переключился на интересующий нас почток. В моем случае это 2. Понятно, это немного. В вашем случае это будет больше точек. И, соответственно, мы будем понимать по логике вещей, что в данный момент времени и места абонент должен был, к примеру, переключиться на точку доступа санузел. Но почему-то он переключился на точку доступа, которая находится на нижнем этаже. А почему? Потому что антенна-решетка, развернута точка доступа, кверху пробивает через этаж и остальное прочее. То есть выявляем какие-то неполадки некие. И мощность также можно сократить, чтобы абонент на нее не цеплялся, как на промежуточную точку доступа, чтобы не было неких задержек и так далее и тому подобное. Вот рабошутинг это все вам покажет. Все.